У нас сегодня произошло страшное горе. Развился самолет с командой «Локомотив». Самолет вырулил. Я как раз находился там с сотрудниками в районе рулежной дорожки. И не видел, как он вырулил. И, соответственно, стал набирать скорость для взлета. Скорость у меня не набиралась. Сразу было понятно, что что-то происходит. Непонятно. Ну, потому что у меня опыт работы. Не только опыт работы был. Я в свое время занимался в аэроклубе. И летал на самолетах Як-52. И, в принципе, представлял, какая скорость нужна для взлета. Тем более такой машины. Скорости не было. Я тогда уже понял, что сейчас может произойти что-то чрезвычайное. Но не думал, что он все равно будет отрываться. Хотя мы уже побежали вместе с самолетом. И машина находилась рядом у нас, за воротами. И самолет, когда уже оторвался, я понял, что он сейчас ляжет на крыло. Мы уже прыгнули. Я уже крикнул своим, что он падает. То есть, и когда уже садились в машину, мы увидели, что хлопок и огонь. На УАЗике мы проехали быстро к месту падения. И увидели, что площадка вся горит. Река горит. Обломки самолета. Обломки самолета плавают. В воде находятся и кресла, останки тел. И как бы с напарником у него там тоже был еще один руководитель со мной. Маханов Александр Александрович. И увидели, в принципе, что и живого человека увидели, который держит на руках еще одного. Мы после этого прыгнули туда. Ну, вода горела рядом, все горело. Прыгнули туда, в реку, в ту нашонку. И, соответственно, помогли. Человеку, который держал, не смогли помочь второму. Поскольку тот тоже опустил. Он ушел, мы его пытались найти, не нашли. Как раз мы его вытащили и держали в руках. Это был член экипажа. Как раз гординженер, по-моему. Далее мы поняли, что можно еще кого-то найти. И стали искать. То есть поднимали, как бы, останки тел. Осматривали сразу. Сиденья вытаскивали, потому что это все можно делать было только на ощупь. Хочу добавить, что там все было задымлено. Огонь. Все это муть. Непонятно. То есть, но найти не смогли никого. Сложно было кого-то найти, говорю, там просто останки тела были. Вроде как бы нащупаешь, вытаскиваешь вместе с креслом. А там одна нога или одна рука. Потом начались там тушения. Мы вышли на берег. На берегу уже прибыли спасатели. Мы показали, объяснили. Спасатели начали уже извлечение тел. После этого где-то вдалеке мы услышали крик, что еще нашли там одного человека живого. Это был как раз, по-моему, Галима. Самые сильные эмоции, это, я думаю, были потом, когда уже все закончилось, мероприятие, когда я просто приехал. Вот, как бы, скажем так, вообще-то с друзьями все понимали. Вот, вот так. Я не люблю вспоминать вообще для него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok